Итак, мы с вами прошли два основных этапа. Мы прочитали наш фрагмент в контексте несколько раз. Потом сделали текстологические наблюдения. И мы говорили, что можно использовать любой из двух этих способов. А сейчас мы должны определить структуру. Это то, чем я занимаюсь каждую неделю. Для того, чтобы делать это правильно, необходимо упражняться. И вначале вы скажете, что это очень трудно. Однако это очень красиво. И в чем заключается эта красота? Когда вы свой фрагмент распишите так, чтобы видеть структуру, то тогда вы увидите, где у автора главные идеи, а где второстепенные. Итак, что такое структура? Посмотрите на определение. Это определение вы также можете найти в своих учебниках. Структура – это способы, посредством которых различные идеи, элементы или описываемые события в тексте, связаны друг с другом в едином замысле. После того, как вы поняли это определение, теперь вы можете узнать, как мы можем записать эту структуру. Нам необходимо отделить главную мысль от второстепенной или главное предложение от подчиненного. Для этого мы будем использовать конспектную запись. Что такое конспект? Это метод наглядной демонстрации логики текста с помощью записи фраз отдельными короткими строками. Метод наглядной демонстрации логики текста с помощью записи фраз отдельными короткими строками. Каким образом это выглядит? Слева записываются главные идеи, а второстепенные или подчиненные записываются справа. И в то же время подчиненных предложений может быть несколько, поэтому они будут на разных уровнях находиться. главные и подчиненные. Главные и второстепенные или главные и подчиненные. Почему мне нравится этим заниматься? Я тот, кто учится визуально. мне недостаточно просто посмотреть на слова и сразу же понять текст. То есть, мне необходимо создать диаграмму или картину. Поэтому, если я могу отделить главные идеи и второстепенные идеи друг от друга, то тогда это будет очень полезно для меня. И есть еще одно преимущество для тех, кто будет заниматься преподаванием или проповедованием. Уже глядя вот на такую конспектную запись, вы увидите план своей проповеди или план преподавания. Сейчас мы с вами сделаем следующее. Несмотря на то, что в ваших распечатках дается задание по посланию к Ефесиным по 4 главе, вчера вечером, когда я готовился к занятиям, я подумал, что мы так много с вами изучали послание к Титулу, что изучили с помощью синтетического анализа все это послание. А лучше, наверное, выбрать все-таки фрагмент из послания к Титулу. Поэтому вашим отрывком сейчас будет послание к Титулу, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Обязательно откройте Библию. Послание к Титулу, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Я хочу сейчас проиллюстрировать, как это все выглядит. естественно, что я буду задавать вам вопросы, вы будете мне помогать. Но я буду писать на доске по-английски, чтобы вы просто видели структуру. Несмотря на то, что слова будут по-английски написаны, вы просто увидите, как это оформляется. Открыли все Библии. Начинаем с первого стиха, я ставлю цифру 1. Первая фраза – это главное предложение, главная идея. И начинается такими словами «напоминай им». Это главный глагол, который здесь стоит в повелительном наклонении, что подразумевает какие-то дальнейшие действия. А остальная часть первого стиха и второго стиха – это уже список всего того, перечень всего того, о чем нужно напомнить. Вот это уже подчиненные идеи. Что это означает? Это все важно, однако все это является лишь поддержкой для главной идеи, а главная идея – напоминать. До этого момента понятно, что главное – это напоминать, а о чем – это уже второстепенное. Итак, как мы это оформляем? Итак, первое, о чем нужно напомнить им? Первое, что это? Тебей. То есть, я записываю. Сначала напоминай вот в самом начале, потом следующее, как лесенка, повиноваться. Кому повиноваться? Начальству и властям. То есть, посмотрите, начальству и властям – это подчиненные к слову повиноваться и покоряться. Поэтому лесенка идет дальше. Да, мы пишем начальству и властям. Итак, посмотрите еще раз. Напоминай им – это главная идея. А о чем нужно напоминать? Что нужно делать? повиноваться и покоряться. Повиноваться и покоряться кому? Начальству и властям. То есть, видите, как каждая частичка предложения связана. Дальше, о чем еще нужно напоминать? в русском тексте у нас повиноваться и покоряться идет вместе, а не отдельно, как в русском тексте. в английском, то у нас вот будет так. Напоминай им повиноваться и покоряться. Да? В английском идет после. Значит, следующее у нас будет быть готовыми. Теперь помогите вот эта фраза быть готовыми. На каком уровне должна быть? На первом? На втором? Или на третьем? На втором? На втором. На втором. Потому что она равнозначна вот этой вот мысли. Как мы можем проверить? Как мы можем проверить? Если бы я убрал вот эту часть повиноваться и покоряться, получится у меня предложение со смыслом? Мы проверим сейчас. напоминай им быть готовыми на всякое доброе дело. Получается? То есть это вот способ проверки. Какая это мысль? Значит, у нас вот так вот идет на этом уровне, на втором. Быть готовыми. Пишем только быть готовыми. А дальше к чему готовыми? Теперь вот эта часть. где на каком уровне? Оно должно быть на третьем уровне. На всякое доброе дело. на всякое доброе дело. Понимаете? Какие-нибудь есть вопросы? А тогда добавим второй стих. Первая фраза. Какая у нас? Никого не злословить. to speak evil of no one. to speak evil of no one is correct. Это главная идея, второстепенная идея или вообще третья какого дополнения? На самом деле, второе. That's second. Вторая, вторая, да? Второй уровень. Что нам подсказывает? Все вот эти вот предложения начинаются нет, у нас не начинаются с одного и того же слова. А просто отвечают на вопрос, что делается, что это глаколы. Никого не злословить. Никого не злословить, пишем. То есть, вы видите, что мы с вами структуру прослеживаем мысли? То есть, получается, что у него список. Если бы я просто прочитал стих, я мог не увидеть эту структуру. Но когда я начинаю все это переписывать, то говорю, вот сколько нужно оказываться помнить. Вот о чем нужно напоминать. А о чем еще нужно напоминать? Ну, быть не сварливыми, но тихими. Оказывается, это просто... То есть, мы можем еще, да? Три таких вот глагола. На каком уровне они у нас все будут? Это на третьем уровне. Быть не сварливыми? Да. Какими быть? На втором. А, на втором уровне. The second level. The second level is correct. То есть, значит, все у нас идет параллельно. Быть несварливыми. And then it comes but gentle in Russian. It goes like to avoid quarreling, but be gentle. You have but? Okay. Yeah. У нас в русском тексте есть слово «быть». Мне кажется, что оно вот так же может как «напоминай им», да? Идет у нас перечень. Вот это слово как под первой ступенькой, может быть, это слово может быть «быть», а потом уже будет это... Здесь не везде, потому что есть «быть готовыми», а никого не злословить. То есть, у него все параллельно, потому что в английском идет ту-ту-ту, инфинитив. Так, вот здесь вот у нас значит «не быть сварливыми», дальше идет «но тихими». Да, это не главное предложение, «но тихими». А потом здесь «оказывать всякую кротость», да, ко всем человекам, да. То есть, по оригиналу, да, шло бы быть несварливыми, быть тихими и так далее, да. Но по русскому языку у нас не получится написать «но тихими», потому что предложение не получится «напоминай им, но тихими». Поэтому... И у нас здесь «ко всем человекам» тоже третий идет вступает. Вот здесь «ко всем человекам», да. и оказывает всякую кротость «ко всем человекам». Вы понимаете, чем мы с вами занимаемся? У нас немножко отличаются переводы, русский и английский, да, но ничего страшного. Сейчас вот мы с вами увидели о том, что Павел просит напоминать и потом перечень 6 моментов, 6 дел. То есть, вы видите, как вот эти вот идеи подчиняются главной идее. Так? Какие-нибудь есть вопросы? Если вы сможете это понять, а потом применять, то это будет очень для вас полезно. И еще один стих попробуем разобрать. Третий стих с какого слова начинается? Это говорит нам о том, что появляется новая главная мысль. В понедельник мы с вами будем говорить о структурных указателях для структуры. Но мы с вами видим, что теперь он будет давать объяснение. Ибо. То есть, он разъясняет. Я задаю вам вопрос. Ибо и мы были некогда несмысленны, а дальше идет перечисление, какие мы были. Если это объяснение, то что он объясняет? Он объясняет выражение ко всем человекам. Или объясняет слово всякую кротость. Или объясняет, почему нужно напоминание это им. другими словами он объясняет им, зачем нужно напоминать, главную идею объясняет. Например, я говорю, Анжела, просто на ее месте сидишь, и я так вот и запомнил. Анжела, я хочу напомнить вам, чтобы вы не забыли в понедельник прийти на занятия. Вот почему. Это вам поможет учиться дальше. Это уже подчиненное предложение, которое объясняет, почему я ей напоминаю. Как мы это с вами оформим визуально? Мы видим, что это не на этом уровне. Это вот уровень, еще новый уровень, но к главному предложению. И здесь вот напишем сбоку слово ибо. А на следующей неделе мы бы еще добавили объяснение, когда у нас будет конспект со структурными указателями. И потом у нас появляется еще один список. И мы были некогда. И вот от слова были у нас следующие определения. Несмысленные, непокорные, заблудшие. Были рабы похотей. Жили в злобе и зависти. Были гнусны. Ненавидели друг друга. То есть это будет список. Вот этот вот список уже не относится к слову напоминай им. потому что он не может им напоминать быть несмысленными и непокорными. Это напоминание о том, какими они некогда были. Поэтому весь этот список у нас будет под словом были. Подчиненные или определяющие вот именно это слово были. Другими словами, у меня уже вырисовывается зрительная картина. Каким образом развивается ход мыслей автора? Как раскладываются идеи? Вы, наверное, уже запутались. Нет? Или, может быть, кому-то просто трудно это делать самостоятельно будет. А я уже говорил, что я этим занимаюсь каждую неделю. Мне это легко делать только потому, что я практикуюсь очень часто. И мне это нравится делать каждую неделю, потому что я вижу пользу. А какие-нибудь вопросы вот по структуре, я могу ответить на них? Нету вопросов? А в понедельник мы с вами еще посмотрим другие примеры. И с этого начнем наш следующий урок. Домашних заданий нет, поэтому отдыхайте в выходные или занимайтесь служением, а сейчас помолимся. и контрольной работы в понедельник тоже нет. Поэтому отдыхайте и наслаждайтесь жизнью. Я помолюсь. Господь, мы любим Тебя. Благодарим Тебя за Твое Слово. Так много из Него нужно извлечь. И Ты помогаешь нам учиться на разных уровнях. Спасибо за Святого Духа, Который руководит нами. Спасибо за радость изучения Слова. Помоги студентам насладиться жизнью в эти выходные и обновиться силами. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Спасибо. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.